Не могу не задать, не попросить точнее вас обратиться к московским, российским миротворцам либеральным, тем, кто сейчас выпрыгивая из штанов убеждает власть в России отвернуться от Донбасса, прекратить помогать и договариваться с Порошенко, с Коломойским, с кем только можно. Вот несколько слов, что бы вы этим людям сказали? Вы знаете, ну вот именно этим людям, вот либералам, которые выскакивают из штанов, лично мне сказать нечего. Я хотел бы обратиться, возможно он это услышит, к Владимиру Владимировичу Путину, сказать одним маленькие слова, наверное, к людям, ну, к россиянам. Ведь Донбасс сейчас паяют только за то, что они хотели быть вместе с Россией, не за что-то другое, а за то, что они идентифицируют себя как русских людей, только за это. Извините, но мы являемся вашей передней линией, передним краем, когда отутюжат нас, возьмутся за вас. Вот эти марши мира, все остальное. Марш мира для чего? Почему вот эти либералы не приехали в Киев и не устроили там марш мира? И не попросили Порошенко прекратить войну? Почему бомбя мирный город Первомайск, убивая простых мирных жителей? Заметьте, я вам приведу статистику. У нас в Первомайске с ополчения погибло за все время боевых, это 36 дней. Вместе даже с последними четырьмя 15 человек. Мирных жителей 725. Скажите, с кем воюет Порошенко, господа либералы? А я вам скажу, с собственным народом он воюет, с простыми мирными гражданами. И дело идет об уничтожении русского народа, а не о чем-то другом. Он закрыл сюда поступление денег, чтобы люди умирали с голоду. Сейчас будет зима. Он полностью все сюда перекрыл. Есть приказ отключить подстанции. Это просто мы держим руку на пульсе и не даем этого сделать. Ихняя задача уничтожить простых, я подчеркиваю, простых мирных граждан. Вот эти либералы, это продажные бляди, которые торгуют русским народом. А не что иное. Это люди, которые торгуют людьми. Те, которые набили карманы. Я очень хорошо когда-то относился к творчеству Андрея Макаревича. После его высказывания этот человек для меня умер. Он тут не был, он не видел, что это такое. Мне говорят, я ополчение не поддерживаю, Украина должна быть целостной. А ты приедь, сука, и поживи вот он. А не там, сидя в Москве, рассуждай, как нам жить. Ты приедь тут с людьми пообщайся. Спроси ихнее мнение. Почему вы никогда не спросите народа, господа либералы? Вы себе нарисовали, что вы какие-то боги. Купите книжку господина Братьев Стругацких. Называется она «Трудно быть богом». Прочитайте и сделайте для себя выводы. Вы не боги. Вы такие же люди, как все остальные. А если... Я хочу сказать большое спасибо простым русским людям. Большое спасибо за помощь, за то, что вы нас поддерживаете. Без большей помощи нам было намного тяжелее. Вот вам прямой пример. В городе Первомайке практически нигде не только. 90% зданий пострадали, разбиты от обстрела. Вчера с Москвы пришел автобус. У нас ходит регулярный автобус в Тахалово, Москва. Он привез 50 рулонов полиэтилена. С простой запиской. Мы в вас верим. Это вот знаете, это лучше любой зарплаты и любой благодарности. Это вот лучше, наверное. Гораздо лучше.